оленил я там передний месяц до месяц по оленил добивался ее в итоге она дала ну так вот мы с ней про встречались полгодика на разных территориях то в машине то еще где ну я заявляюсь к ней домой но я позже понял что я попал в очень ужасную бабью яму следующая история но я уже при переехал другой регион в краснодарский край ну там занимался в отпуске всякой стройкой не стройкой там своими делами занимался познакомился там с пацаном с другом тогдашним но сейчас уже не другом помню слишком много насоветовал лишнего говорит ты маешься дружище место себе не находишь давай-ка наверно тебе надо женщину хорошую желательно с ребенком а то лучше из двумя одного как бы мало тебе хоть будет чем заняться но она она знакомит меня со своей подругой ой со своей подругой у него была жена жена у этого кента дубачка ну как дубачка там какая-то начальника дела в зоне ну и подруга там уже работает тоже как начальник отдела тоже к это шишка там на ровном месте знакомит меня с ней вроде такая серьезная мадам причесанная вся такая ухоженная ну тоже рсп а бабок жена его от него погуливала я потом это узнал ну естественно меня блин связали вот с такой вот зоновской работницей дубачка или кто она там была короче какая-то там вертухайка оленил я там передний месяц до месяц по оленил добивался и и в итоге она дала в анапе уже когда ее туда свозил добился говорит ну все на беру давай ну все дала я счастлив олень счастлив ну так вот мы с ней про встречались полгодика на разных территориях то в машине то еще где в общем она мне а в общем договорились не до того что тоже я на вахту не еду остаюсь с ней время проводить ну она говорит ну давай тогда вместе жить я естественно этого и хотел вместе мы с ней а говорит приходи ко мне домой жить ну я заявляюсь к ней домой но я позже понял что я попал в очень ужасную бабью яму потомственную ментовскую бабью яму это самый трэш вот почему эта история и трэшовей захожу мама на пенсии дубачка ну не дубачка может там работник зоны какая-то в отставке на пенсии она работник зоны и сын и нынешка ее мелким от мента зачатый вы представляете да какой там рассадник всего злого скопился в одном месте ну в общем начинаю я там отдыхать в этом доме ну как отдыхать наводить порядок дом весь был за заставлен завален всяким барахлом все сараи все гаражи все было за всем что угодно но только ненужным всем заваленном огород буреном трехметровым зарос короче начал я расчищать ну короче решил который летом отдохнуть отдыхал у них там на участке расчистил участок весь спахал вывез все всех сараек с огородов весь хлам там что-то самосвала два или три получилось металлолома там от деда осталось тоже пару самосвалов металлоприемку вывез потом кстати на эти деньги еще им дом утеплял хотя не надо было ну в общем на утепление дома холодно им было потратил месяц целый делал все добротно для себя ведь делал собирался там оставаться до этого у меня стройка была собственного дома который я благополучно забросил и начал оленить там а ну в общем оленил оленил а что касается вот этого мелкого и и пацана от мента который это что-то с чем-то что нибудь бы я делал или убирался там у них дома ну короче рабом когда был там а за пельмень за ее что нибудь у меня конь пока сделает я ему в ответку ну там чё-нибудь шилбана дам или чё в рев слезы и до матери а та блин мне ты ребенка терроризируешь ты его ненавидишь потому что он не твой я буду он специально это делал как он может специально это делать и он маленький чем там землю копаешь он возьмет мне в лицо землю кидает 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 возьмешь ему в ответку кинешь кинул я в него мечом он там сделал вид что покалечился весь упал там ну короче постоянно чисто из-за этого ребенка и были скандалы ну в общем так длился наверное весь мой отпуск в таком трыше зачем я создал себе такой ад я до сих пор не пойму длился длился до тех пор пока я не собрался на вахту ну собираюсь на вахту естественно там про свои доходы все и рассказал все про оленил она говорит ну ладно чё давай ну хотя бы двадцатку в месяц ну надо мне присылать на мои нужды я говорю какую двадцатку ну двадцатку чё ты я говорю а чё так много чем может поменьше она не ни хера цены видел какие двадцатка ну вынь да положь я ну нихера себе запросы думаю вот этот решняк ну ладно перед отъездом опять ссоримся уезжаю приезжаю на корабль опять ссоримся в общем сижу в каюте в интернет как раз появился думаю блин надо искать ответы в интернете в youtube залез давай искать ответы на вопросы где я парю косяки почему меня бабы так ну из-за меня так страдают чё я делаю не так в общем слава диме господи натыкаюсь на мд и тут начинается прозрение великое до сих пор длищий длящиеся в скором времени скачиваю литературу который все уже знают не буду ее говорить ролики том числе и первого циничного начинаю все это в скором времени изучать читать просматривать ну через месяц выхожу на связь думаю месяца хватило раскинуть чё же я творю то такое звоню ей она ну чё типа мы без денег чё не звонишь где потерялся я говорю надо расставаться типа это конец она ты чё с ума сошел наградит какой конец ты чё чём вообще мы так не договаривались я говорю ну я говорю это стопроцентный конец она говорит да это же ужасно я говорю ну лучше ужасный конец чем жить в ужасе в общем так с ней и оттуда я и свалил ну в общем не свалила больше туда и не вернулся в общем почему я эту историю считают решовый трешовый даже алиментов просто сейчас изучая литературу гулага кстати по совету нашего любимого иоганна и я понимаю кто такие вертухаи кто такие менты ну не все может быть но потомки а я думаю они потомственные и тогда я даже чувствовал какую-то трешатину там а находиться мне там было некомфортно блин ну вот оленья какая-то прошивка во мне сидела и заставляла там находиться ну в общем психологический прессинг я там такое ощутил на себе что думаю что вот эта история даже по трешовей да и потом были трешовые истории ну не такие уже конечно так я не оленил но рсп пыли ну блин хер его знает почему я этих рсп шик цепляю все время может быть потому что там с вахты приезжаешь дела какие-то думаешь годную искать а какая годная будет ждать да хер его знает какая будет ждать вот и маюсь вот так вот опять зарекаюсь что на этой раба работе я крайне раз ну если сопоставить людей которые сидят в офисе с восьми там до пяти или с девяти до шести как говорит иоганн я в офисе никогда не сидел то это конечно виселится по сравнению ну наверное с моей работой я много чего вижу здесь много где бываю много путешествуем но все равно это раба работа как бы вот сейчас нахожусь вот в такой вот железной можно сказать тюрьме вроде как свободен иди а куда идти то вокруг моря а до берега далековато вон аж где в общем спасибо иоганну спасибо всем кто дослушал всем пока всем пока 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 Продолжение следует...